здравствуйте друзья в прямом эфире программа на самом деле наша программа сейчас будет говорить о новом прочтении оперы по моему римского корсакова запорожец за дунаем теперь она называется криворожец за босфором мы говорим о визите козака справжнего владимира зеленского турецкому султану и о том чем это грозит маленьким росом то есть малоросом мы в гостях у алексея журавка алексей валерьевич приветствую приветствую именно джапарова заместитель первый заместитель министра иностранных дел уже как бы готовит украинскую почву к тому чтобы туда семена османские упали причем упали где-то как раз в районе северного причерноморья в них свой турок есть мустафа джемилев там эрифак чубаров бывший правда коммунист вот то есть все твои друзья они уже готовы к рим татар тюрк территорию превратить твою родную херсовщину ну и дальше куда вот шапка бросится во первых я друзьями их не могу назвать спасибо тебе большое для меня они враги собственного народа до призывающие люди татары своих же татаров лишить воды электроэнергии сотворить блокаду но это самые настоящие враги собственного народа я их называю приспособленцы запроданцы по-украински да ну ну давай будем говорить так петруша наш порошенко кровавый среди батя сейчас вот так руки потеряет прикидываешь поднимутся все его документы возникнет хангирей уже сегодня там какие-то турки пытаются выделять деньги на строительство какого-то городка там генически но народ против на самом деле этого то что они творят народ их не поддержит мы течение пяти лет это видели что народ их не поддерживает как только эти мерзости мерзости турецкие появляются как я назову кавычках турецкие не все турки идиоты и рады да так алексей валерьевич я вынуждена вот сейчас перебью и спрошу а как поддерживали жители вот этих малороссийских земель своих ну как они называют гетьманов когда гетьманы вступали в сговор с крымскими ханами султаном турецким когда гетьманы совершенно спокойно смотрели на то как маленьких хохлов и хохляток хохлиц уводят в ханство а потом где-нибудь там феодосии или в керчи с неволеющих рынков продают тоже наверное народ не поддерживал ни хрена крестьяне плакали скулили говорили не надо нас продавать в рабство а порошенки и зеленские тех времен говорили а нам пофигу нам турки монетой золотой платят ты понимаешь нельзя что-то с историей есть такое да но за это рано или поздно придется отвечать от как бы я сказал вот это ваше безболное безвольное молчание к вам постучить домой это беда каждому я с тобой здесь частично залазим да но сегодня его жека то нету который бы народ взял и поддержал нету алексей валерьевич родной но тогда в 1780 годах тоже не было вожака пока из туманного санкт-петербурга екатерина не прислала подразделение русской армии никто не восстал никто не бежал из плена из рабства вот к этому наверно мы придем вот когда только начнут чудить признаешь когда головы отрубать да как это во франции случилось только это у нас случится в херсоне даешь когда-то говорил это спящий вулкан херсон мы это увидим на своих глазах все то что сегодня с этой поездкой сделал зеленский он один в один повторил шаги порошенко теперь посмотришь как начнут быстро финансировать все проекты этого скажи мустафа джемилева и других подобных сейчас средства массовой информации заработает закрутиться да давай будем говорить помнишь когда порошенко тоже до договор подписывал беспилотников там военной техники вот оно будет то же самое только я тебе хочу сказать что здесь уже сейчас будут разжигать костер войны вот как бы я тебе сказал это все скажется очень плохо но эти беспилотники полетят на донбасс потому что те заявления которые сделал на сегодняшний день эрдоган и зеленский это уже для меня считается как очередной путь к агрессии да крым мы не признаем турция сказала да мы признаем его сугубо украинский с намеком что крым и новая созданная татарская ну назовем так группировка и как бы хангири это причем черноморье как ты сказал мы это все признаем значит потом последующий что крым должен быть турецким вот как бы получать то есть фактически зеленский до конца не понимает после того как он съездил в англию в ми-6 он до конца не понимает куда его на самом деле в таз и чем это для него закончится вот он подтверждает что он разваливает полностью оставшуюся украину в тех границах которые есть да алексей валерьевич но вот владимир александрович очень любят с теми соседями кто вечно уводил в рабство либо в крепостные превращал либо еще как-то соседями дружить вот он сдук дуди полетел потом дуда к нему прилетел туда даже согласился хер с ним пусть там на горе монастырь появится вот это вот могильная плита украинским бандеровцам ладно бог с ним главное же холоп и вот они рядышком бесплатно рвутся ермоны себя сами цепляют и поэтому полякам туркам кому угодно зеленский сдает своих тупых вот этих извини за выражение хохлов а хохлы радуются и говорят вот он безвиз вот она блин свобода лабы не москали а бы русских тут не было мы готовы и крым подарить и галицию подарить не все так думаю но не надо ну не надо весь народ так обижать но я понимаю ну есть народ который толковый понимает он ничего сделать не может не весь народ нельзя винить он тот народ еще свое покажет мы это увидим ты шестерические факты проводишь да а вот интересно самое ты сказал про зеленского слушай его мать родную продал он отца своего продал он деда продал он оказывается двоечником в истории был он ее не учил если он так поступает он ее не учил да и вообще смотрю он читать даже не хочет о чем ты говоришь вот тебе как ты на владимир зеленский порошенко в кубе 2 да 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 но петр алексеевич порошенко мало того что и забой мы никуда не делся петр алексеевич сейчас тихой сапой говорят заносит там каждый месяц 2 миллиона американских денег в администрацию в офис президента и все у него в этом плане хорошо просто получается что гэтьману шинкарь теперь уже не гэтьман порошенко теперь он опять шинкарем стал вот он гэтьману заносит 2 миллиона американских денег чтобы продолжать работать грабить маленьких украинцев гэтьман говорит ну классно здорово все хорошо но вот еще порошенко увидим как он вернется он может вернуться и в ипостасии премьер-министр он может вернуться обратно свергнуть бедного зеленского ты давай посмотрим что ну в америке произойдет представь себе ипотетически байт он выиграет и легко и просто уступит трамп место ты посмотришь где тут зеленский будет он будет лететь пердеть и радоваться а вот порошенко потом ведь ты посмотри порошенко должен сидеть в тюрьме еще весной но он же не сел пойми правильно а ты посмотри а его это дело корявое мерзкое вонючая противная смертельно это живет да смотри сколько лет прошло его жене туда вот или сколько там прошло вам и обратно вернулись к хангирею вот так зеленский по щучьему велению по его хотенью все по новой сотворил смотри поехал помолился там своими чатами чатами или как супруг или как турцию да пошел в ноги покланялся надо антонова продать и все наработки и все остальное тут китайцам же нельзя они злобные маленькие узкоглазые каррики ты что а вот туркам пожалуйста только это зеленский он не понимает что туркам антонов 300 лет не нужен никто не будет вкладывать деньги в антонов у турков есть финансовые проблемы у них проблемы вообще связаны с внутренней экономической ситуации они есть и они хуже чем даже в россии они хуже чем где-то либо понимаешь они тоже на подсосе живут у кого у американцев у англичан у европейцев ты же видишь как эрдоган шантажирует европу а я беженцев пущу и не выпущу пущу или не выпущу а вы мне копеечку дайте и тогда но и вот почему-то в европу до сих пор не приняли грубо говоря так вот тебе и все это это все показатель а вот зеленский не понимает что тебе там нечего делать тебя разведут как лоха а кстати уже помнишь он не лох а потом просто-напросто попользуется и выбросит вот и все он мал и глуп и не видал больших сами понимаете что я имел ввиду грубо говорить не буду алексей валерьевич но и подводя черту под сегодняшним разговором а если встанет вопрос для жителей твоей родной херсонщины вот выбор тут с одной стороны аксёнов будет давить но условно говоря сергей валерьевич и мы все тут крымчане ребята вас возвращаем восстанавливаем таврическую губернию ну вот карабах же есть да пример мы говорим это исконно наша крымская таврическая земля а с другу не подожди подожди по олежке по твоей по цирюбинску не надо вот его аппетит у тебя сразу видно как вот взял бы и все сожрал нет давай так вот по цирюбинск там вот по мелитополь по моему да вот вот это вот таврическая губерния историческое мы сначала тоже по чуть-чуть берем берем таврическую губернию как она есть крым и херсонщина запорожская область там александровская еще чуть-чуть да вот это возьмем и скажем ребята товарищи вот херсонцы вот херсон вам всем по морде давайте вот проголосуем и выберем себе жить с крымчанами в одной таврической губернии ну а губерния входит состав россии я согласен это сказка это миф я с тобой согласен но ты неправильно рассуждаешь понимаешь если уже брать так по екатерину первую там у нас же памятник екатерины первое стоит херсоне херсоне до 2 да правильно 2 извини она у нас понимаешь еще что там есть в одессе екатерина а это все русские города вот я не согласен делить по цирюбинск вот если заходить людям показывать и чтоб люди поддержали что мы наведем порядок и все сделаем правильно для того чтобы спокойно без бандитизма без хаоса все национальные языки были чтобы учили свою историю чтобы у нас народ был один единый победить вот надо до конца забирать вот я не согласен цирюбинском ну что цирюбинск это маленький городок безобидный там люди хорошие надо защитить восстанавливать а вот дальше дальше родной херсон херсонес и одесса таврида вот это это оно а потом и по киев вот это будет правильно нельзя бежать до половинки нельзя ты сам понимаешь ты жадный алексей варьевич ну ладно зато в цирюбинске кофе хороший растворимый мы как в одессу ездили всегда в цирюбинске остановишься там у каких-то беляшей чебуреков кофейку попьешь и дальше погнал так что все нормально а вообще-то сереж я тебе хочу сказать вот видно что написано написано я тебя правильно понял все донецкая народная республика написано поверь мне я уверен если так дальше будет продолжаться то именно с донецка пойдет мир до самого киева а там может быть и до польши вот это мне еще лучше нравится ну ты прям как я на кое все будет донбасс да и все и кирдык алексей валерьевич время истекло спасибо тебе огромное и до скорой встречи пока и так дорогие друзья это был алексей журавка и программа на самом деле через несколько минут вернемся и продолжим общение до встречи